Эйо! Здарова с тобой Врумыч. Это сервер ComebackPV146. Это рубрика ComebackPV в цифрах. И сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы не будем сравнивать последний месяц с предыдущим. Мы будем сравнивать. Подняли все архивы. Мы будем сравнивать 24-й год, сентябрь, с 23-м годом. Там тогда еще был X и Main с 22-м годом Main. И для сравнения, там будет, конечно, есть половина сентября, но мы возьмем целый октябрь 2021 года. И посмотрим на развитие сервера. Какой онлайн был тогда и какой онлайн был сейчас. И что вас еще потенциально будет ждать на X, чтобы вы просто понимали развитие этого проекта. Я здесь на этом проекте уже играю больше 3,5 лет. Поэтому я здесь все эти моменты застал и в этом ролике поделюсь с вами. Также вам скажу, что будет отдельный выпуск по X. Наверное, затронем первые 3 месяца ключевые. Посмотрим, какие там тенденции к экономике, чтобы вы были примерно в курсе и знали, чего ожидать. Хотя бы примерно. Также в телеграм-канале есть куча гайдов. И там, так как сейчас у нас клан-бонуса нет, я решил сделать клан-бонус для вас. Так что нужно будет просто подписаться на ТГ. И там будет розыгрыш голды. По 500 голды на человека разыграем. Разыграем 10 тысяч рублей в голде только на камбэк ПВ-146Х. Поэтому в других не участвуйте. Просто для людей, которые реально будут залетать на сервер, чтобы вы там купили спокойненько себе полеты, петы и так далее. Так что подписывайтесь. Ну а мы переходим к табличкам. Начинаем. Итак, октябрь. Я вам даже тут покажу. Октябрь 2021 год. Табличка, конечно, еще расходилась в стадии разработки. Это второй месяц таблички. То есть здесь мы увидим, конечно, немного информации. Мы здесь увидим онлайн, который в среднем достигал значений где-то в 2 500. Но знаете, какой нюанс тогда был? Тогда еще существовала такая история, что когда ты выходил, персонаж оставался в игре. То есть тебе нужно было выходить усиленно для того, чтобы твой персонаж исчез. Поэтому была такая тенденция, что вот выходила обнова, и потом персонажи вот так копились, копились, копились до следующей обновы условной. И потом дальше чары опять копятся. Поэтому тут средние нужно значения брать, не пиковые. То есть, ну не знаю, там 2 200 онлайна, 2 100 может быть онлайна. Я думаю, на тот момент существовало. В 21-м голду курс голды был на 1 4 6. 500к, скуп 480, 490. Остальное, думаю, не имеет смысла быть, хотя можно посмотреть чудики. Да, в 21-м году чудесный кристалл стоил 2036к. Вот такие дела. 21-й год, это еще год даже проекту не было на тот момент. И в Восприке стоили полтора. Полтора! Полторашечка! Коллекционочки 350к. Медали в виде счета 500к. Сокровище прошлого. Лям 100. И эмблема ножа 900. Вот такие вот ценники у нас были в 21-м году. В 22-м году у нас уже пока еще не было, да, вроде икса, да. Как раз-таки в 22-м году икс появился, но он открылся в ноябре, 20-го ноября. Поэтому метаемся уже в 22-й год. Смотрим онлайн. В целом здесь была точно такая же тенденция. Точно такая же тенденция, что чары не выходили. Я помню, что этот фикс был, по-моему, когда открылся икс. Икс открылся в 22-м году в ноябре. Смотрим, онлайн здесь достигал уже точно так же обнова. И вот так вот очары копятся. Ну, как вы видите, даже первая, первая вот эта отметочка следующего дня не 2000 онлайн. Уже 3000 онлайна. Спустя год. Ну и, соответственно, я думаю, здесь можно какое-то там среднее значение, да, брать вот это, например. Я думаю, да, вот 3500, да, вот условно. То есть парочка дней. Ну, 3300, может быть, 3. Но не 2000, как это было год назад. То есть уже как бы к проекту вроде бы больше времени, больше лет там становится и так далее, да. Онлайн растет. Но имейте в виду, что это не чистый онлайн. Сразу говорю, здесь учитаны еще коты. Скорее всего, челы, которые медитируют. Поэтому точных цифр, конечно, вам никто не скажет. Но есть на что, по крайней мере, ориентироваться и смотреть в динамике. Голда через гол. Год стоило, подоржало всего лишь на стука. Конечно, скакал до 750, наверное. Возможно, здесь где-то были какие-то условные сундуки. Скуп до 600 поднимался. Что еще у нас интересно? Чудики. Чудики. 218, 220, 240, 225 стоили, да. Восприки стоили лям 800. Восприки подорожали. Еще на 200к за год. Коллекционки, да, еще мне вот интересно. Коллекционки. 317к, 380. Ну, тоже чуть-чуть дорожают. Медали в виде счета, конечно, подешевели. Я думаю, эмблемы ножа. Хотя эмблемы ножа тоже немножко дорожают. Здесь у нас уже появилось отслеживание меча летнего ветра, печати владыки Ордена Славы. Это, наверное, сейчас самые ключевые артефакты, которые вообще можно встретить на 1,4,6. Мечи стоили 200к. Да. Это я тот человек, который Сину собирал Р9 за 200 лямов за меч. Это я. И вот такие реалии, что, возможно, вы скоро реально столкнетесь именно с ними. Я реально скупал эти мечи по такой цене. Потому что я как раз-таки спустя 2 года и собрал Р9. Перед открытием Икса. Было дело, было. Да. Вот такие вот мечи, возможно, в связи с последними там изменениями, вас достигнет то же самое. Так что вот знайте. Но Ордена зато стоили полтора лярдика. Лярдик 400. Там до двушки даже доходило. Лярд 800. Лярд 675. Да? Ах, прослезились. Сейчас они стоят 1200 чеков. То есть 12 лярдов. А стоили 10 раз. Ну, не в 10, но там, вы поняли. В печати Владык у нас стоили уже 35 миллионов. И вот держались на этой ступеньке, так сказать. Теперь перематываем еще на год. 2023 год. И тут уже будет у нас разделено. Я напомню, что у нас открывался в ноябре 2022 года. Камбэк 146х. И он был в течение года. То есть в течение года был одновременно и Мэйн, и Икс. Соответственно, в 2023 году у нас одновременно табличка. Как по Иксу, так и по Мэйну. Так что вы ее не смотрите, не спешите смотреть на график онлайна. Во-первых, Мэйн. Мэйн, если что. Мэйн. Это Мэйн, между прочим. Да? Онлайник. Онлайник ближе уже к слиянию. Уже люди там уже на Мэйне, скорее всего, играли. Голда у нас на Мэйне была. 780к. Это буквально за 2 месяца до слияния. По-моему, в ноябре слили. Поэтому за 2 месяца до слияния была следующая ситуация. 780к. Голда. Скуп 724. Что еще из-за интересного? Чудики вообще в Хламину были, кстати. Чудики, да. Они начали расти, наверное, из-за того, что на Иксе они дороже стоят. А так они очень дешево стоили. Там 80... 60к. Ну, не 60к, но вот как вы видите, да. Вот 78к, 90к, да. Он стоил. Чудики. Восприки. Лям 600. Что еще нам интересно? Коллекционки. 370, например, да. Ну, медали уже просто в виде счета. Ничего не стоит. Эта эмблема ножа уже подешевела. Орденов славы уже, они уже приваливают. 4 лярда, поэтому их никто в комку не выстает. Продают с рук. Мечи. 92 миллиона стоили. Печать владык. 45. Что-то тут нового еще добавилось. Ну, тут есть рарки. Есть рарки. Ну, рарки мы, наверное, не сильно не будем заталкивать. Это слишком муторно и долго получится. Онлайн, как вы видите, да. Примерно, наверное, вот онлайн можно так сравнить. Ну, наверное, пониже, чем был год назад. Но фичка в том, что это два сервера теперь. Это один сервер. Это был мейн. И теперь на x. И на x. Такой же пример, но чуть-чуть меньше. Такой же онлайн. То есть, по факту, был чуть-чуть меньше онлайн на каждом сервере, чем год назад на одном. Но при том, что это было два сервера. То есть, онлайн у вас вырос. Примерно, представьте, и там играют, и тут играют. Ну, понятно, коты, это все учитываем. Да, это да. Но уже голда стоила 700к. Дешевле, чем на мейне, хотя здесь начала выравниваться. Чудики. Иксовые в конце сервера стоили уже 130к. Поэтому, как раз-таки, на мейне подсносили, видимо, эти чудики. Для того, чтобы, ну, заработать. Понять можно людей. Лям 735. Восприки. И, ну, короче, то же самое. Коллекционки дешманские были. 265к. Мне бы сейчас такие коллекционки бы, да? Ну, и все остальное ничего не стоило. Мечи стоили 62к. В моменте их скупали. 75к. 67к. Ну, вот, на 20 лямов дешевле. И печать владык стоили 30к. 30к, 35к. И вот такие вот дела. Дальше. Мы переходим вот с этого. Еще на год вперед. На сентябрь. 1, 4, 6. Бэмс. Переходим в графики. Онлайн. Просто, если что, было 2 сервера по 3000 онлайна. Еще год спустя. Здесь сейчас уже железно не оставляют чаров, которые, вот, ты когда выходишь, эти чары не остаются. 6000 онлайна. Я понимаю, есть ажиотаж сервера. Еще и камбэк X открывается, что люди еще заходят здесь, прокачивают, смотрят, как что покачаться. То есть ажиотаж какой-то нереальный будет у X. Просто, если брать тут X 2 года назад, и что будет сейчас, это просто, просто жесть. Ну вот, вот он вам онлайн. Но мы можем в августе посмотреть. Вот она августовские, августовские, да, летние. Летний онлайн, так сказать. Ну, 5900 тут было, да? Тут уже 6000. 6400, да? 6900. Ого! Вот так вот. Вот так вот. На каком проекте люди некоторые играют, а кто-то не играет, то, ну, извините. Ну, что-то вы делаете не то, наверное. И вот такие дела. Галда уже, конечно, 800к подросла. Что, мы давайте еще посравниваем, наверное, что чудики. Помним, да? Чу... Вот кто бы говорил, фарм вроде, да, нирвана, вроде бы чары развиваются, фармят эту нирвану быстрее в разы. С РЦГДшками там, плюс 12, с Р9 там и так далее, и так далее, и так далее. То есть вроде бы это все должно падать. Но вспомните чудики. Они стоили 100к. 200к чудики доходят. 200к чудики. 180к, да? Восприки, помним? Лям 600. Я помню, мне тогда еще даже люди писали. О, что, фармить лярд 600? Восприки стоят. Бэмс. 2 лярда 200 восприки стоят. Хотя в нирвана проходится быстрее, чем тогда. Камон. Да идем дальше. КХ фарм. Поехали. Помните, я вам видел 260к в коллекционке? Бэмс. 570к в коллекционке стоят. Здорово. Здорово. Понятное дело, что не все гресы так прям растут. Растут супер нужные. То есть, огромный спрос имеется на чудики. Они хорошо реализовали обменники для гравировок. То есть, сейчас на финал гравировки на бижи нужны восприки, чудики. И это работает. Одно обновление, которое невероятно камбэкает экономику. Финальная стадия. Всем нужны, грубо говоря, если финалити шмот, супергравы. Там одна грава, только 100 воспров, 500 чудиков. Вот он и спрос. Еще фуллбафы можно крафтить. Короче. Вот вам сервер. Вот вам сервер. Что дальше идем? Коллекционки. Все крутят, пытаются выбить трипл какие-то там офигенные статы. Вот оно и есть. Да, понятное дело, что здесь медали в виде щита вообще, ну, они как не стоили, так и не стоят. Эмблема ножа тоже стоит уже не очень. То есть, по факту, самая главная валюта КХ, наверное, сейчас на данный момент, это коллекционная монета. Спасенки, конечно. И спасенки. И спасенки. Для круток. Для тех же самых круток. То есть, вот как мы видим тенденции, да, крутят больше всего шмот. Потому что спасенки нужны на шмот. Мечи летнего ветра у нас стоят 36 лямов, 44 ляма 39. Но сейчас, забегая вперед, я вам скажу, что вот если мы Октябрьский откроем, сносят мечи. Мечи уже там 50-45. То есть, уже люди готовятся, что из сундуков эти мечи уберут. Ордена 1200 чеков минимум с мира вы покупаете. Хотя, может, может и дешевле купить. Кстати, куплю дешевле, если что, пишите мне. И печати, владык. Тоже финальное вот это все снаряжение. Потому что все R9, все RCGD, все что, ну там, из приказов делается. Но все равно печати нужны там. Кольца R9. Все это печати. То есть, вот вы ходите на БД. Раньше вы фармили за 500 монет. Вы там получали 30 лямов. Сейчас вы получаете 64 ляма. Ну вот вы сходили на БД. Просто побегали там, повпитывали дэмэдж. Бэмс. Вот вам и экономика. Вот такие дела. Вот такая вот история. Просто онлайн. И что будет на Иксе? Я просто вот с таким онлайном. Вспомните, да? Тогда 3000 было. Сейчас 6000. Что будет на Иксе? В два раза. Ну ладно, там не два раза. Окей, там коты, бла-бла-бла-бла-бла. Что будет? Что будет? Будет просто овер-жесткий хайп. Вот так. Такие дела. Я рад за проект. Потому что много мне чего писали. Плохого, что все, камбек умрет. Та си боси. Я рад. Всей душой за этот проект. За то, что он живет. И очень сильно жду Икс, на который буду врываться. Так что, если что, следите. Тоже будем все врываться, качаться, противостоять, меситься. Ух. Ну а по Иксу мы уже поговорим в следующем ролике. Спасибо большое за просмотр. Обязательно лайк поставь под видос. И увидимся. Услышимся. Услышимся.